здравствуйте всем решила сегодня выставить видео где я буду рассказывать как я изготавливаю пасту но я всех нюансов не расскажу будут немного фотографий немного видео как я пробовала сама дома изготовить профессиональную пасту за в том что я обучилась изготавливать я платила за этот урок профессор из санкт-петербурга женщина химик вела со мной этот урок поэтому я знаю много нюансов а почему получается так или иначе но дело в том что сейчас объяснять не буду я покажу кое-какие моменты из того дело в том что это не то что там году в кастрюльке поварили хотя это тоже кастрюлька конечно я буду просто показывать как я один по моему один килограмм сахара да да наверное так я все это покажу но все-таки все нюансы не расскажу потому что коммерческая тайна стоит денег если кого-то заинтересует как правильно грамотно варить пасту для шугаринга это будет мягкая средняя плотная паста ну можно сделать супер мягкую супер плотную для жаркого для жаркой температуры погоды либо в помещении можно все что угодно сделать если это кому-то интересно пожалуйста ставьте оставлять комментарии я ниже чуть-чуть ниже прокрутите все у меня некоторые мои подписчики даже не знают как где комментарии почитать а вот вы покрутите вот так вот вверх все вот эти вот рекомендуемые видео там внизу есть комментарии там можете посмотреть кто отвечает кто не отвечает можете почитать для интереса и там я оставлю расчетный не расчетный счет а номер банковской карты куда вы можете отправить деньги либо вы напишите мне вначале потому что я могу сделать урок не урок наверное я сделаю это просто пошаговое видео мастер-класс может быть я вам объясню покажу кому не очень интересно все нюансы и химия и прочее для чего и почему чего так получается я могу просто написать последовательность как делать пошагово сначала это потом это потом это без объяснений для чего это или это напишу сумму сколько будет стоить урок если вам нужны нюансы и объяснили нужно объяснение разобраться во всем этом для чего лимонная кислота для чего нейтрализация нужно как сделать чтобы это было не агрессивно для кожи что нужно для этого как сделать так что паста была плотнее почему она плотнее почему у нас допустим лимонная кислота в определенном при определенном градусе только не распадается если градус туда или сюда либо вас не так получится либо у вас вообще ничего не получится фруктоза может распадаться поэтому нужна определенная температура чтобы изготовить сахарную пасту профессиональную вам нужно сделать сначала инвертный сироп а затем уже этот инвертный сироп вы уже увариваете до консистенции которая вам нужна мягкая средний или плотный я беру сейчас 33 плотности самые популярные самые ходовые вы значит если заинтересовались пожалуйста да будет отдельное видео может быть оно придет вам на почту либо не знаю какую-то ссылочку можете оставить куда я могу скинуть это все но сначала естественно стопроцентная предоплата за эти видео я выключаю вот такой сироп должен получиться сейчас его немножко остужу сахар остыл теперь я довожу эту температуру до 60 градусов для того чтобы прозрачный очень хорошего качества сахар значит если будет пена то сахар грязный абсолютно прозрачный чистый сахарок просто рада я и вот темпе растворем в воде 8 грамм часть из них мы добавили уже сироп вот и заканчивается последние 15 минут моего инвертного сиропа в изготовлении вот такой прозрачный он как был так и остался слегка слегка желтенький но условно такой прозрачный температура 84 градуса как раз то что нужно на индукционной плите плите я готовлю выключали свет и не могла нормально приготовить пришлось мне на газовый очень-очень медленно магнета включать и выключать здесь у меня сода для нейтрализации продукта затем я остужу закопание сахара для приготовления инвертного сиропа сейчас мы будем делать инвертный сироп сахар хорошего качества он прозрачный абсолютно сироп получился не вижу никаких примесей ничего такого сейчас прекратится кипения и сахар будет абсолютно чистый вот так вот происходит реакция отделение фруктозы от глюкозы периодически этот сироп то соединяется то разъединяется он живет своей жизнью тут происходит что-то такое интересное очень а на стенках кастрюльки совсем мало кристаллизованного сахара потому что я туда добавила чуть-чуть лимона 85 градусов нагревание пасты я выливаю туда лимонную кислоту выливаю по чуть-чуть и помешиваю изготавливаю мягкую пасту мне нужна определенная температура при определенной мощности вот так супер плотная паста получилось у меня все получилось я такая счастливая варивание инвертного сиропа до супер плотной пасты сейчас я хочу за супер плотный цвет довольно-таки еще приятный за счет большой мощности он не красен не выделяется фрагин производный фрагин и паста остается ну и так немножечко сделаем но это снег судится так будет более эффективно остужаем сразу же пасту сразу же снег снег лед и она постепенно начинает уменьшать все градусы такое получился немножко окрашивание цвета пошел уже фрагин выделяться она стала немножко но она супер плотная и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И я пытаюсь как-то снимать видео и закупаю продукцию. И я делаю тот же сахар, сахарную пасту. У меня еще есть препараты, которые до и после шугаринга. Я тоже изготавливаю сама, я тоже этому обучилась. Я знаю, как это делать. Если вам это интересно, я тоже поделюсь с вами за деньги. Это просто как урок будет. Я покупала банки для этого, я покупала бутыльки. У меня все очень стерильно. У меня все очень-очень так, прям, знаете, каждую баночку спиртом обрабатываю. Это очень важно, чтобы ничего не было. Я расскажу, какие препараты нужны. Если нужно вам переслать, то, пожалуйста, заказывайте. Я вам все это, ну, что нужно. Могу вам готовую продукцию уже прислать. Дело в том, что... Что я хотела сказать? Мысль ушла. Новая информация, новые мозги. И сразу раз так подвинулась и подвинулась. Дело в том, что много всякой информации. Много-много очень препаратов мне нужно для того, чтобы сделать татушки. Это и клей. У меня много разных клеев, разных цветов. Это глиттер-блестки. Глиттер-блестки временные. Блеск тату по-разному называют. Поэтому их тоже хочется, чтобы они были разные, чтобы картинки были хорошие. Сами трафареты. Их много у меня, но уже больше половины на клиентов ушло. Что-то я уже испортила. Ребятишка там еще как-то. Тоже хочется новые, красивые, большие. Хочется, чтобы на плече, на спине как-то. Вот еще не только там на ноги и в паху где-нибудь. Это самая интересная тема для большинства мужчин в основном. Поэтому мне на все это нужно. Поэтому если была бы монетизация, у меня хорошие люди смотрели, хорошо ставили комментарии. Желательно хорошие. То, конечно, это тоже дает продвижение. Какой-то немножко канал моему. Видно, что интересно. Людям это интересно. Вот. Что еще? Короче. Буду показывать вам видео, как изготовить пасту. Но не раскрою всех нюансов. Но вы увидите, что это не такая быстрая работа. Шесть ложек сахара, там две ложки воды и две ложки лимонной кислоты. Я как прочитала, у меня вот такие вот глаза. Думаю, какое две ложки лимонной кислоты. Это же очень агрессивно для кожи. Это же будут и синяки, и кровоподтеки. И вы там не знаю, до каких пор вы сдерете себе этот верхний роковой слой. Поэтому не надо вот это делать так, как в интернете, которые дома себе вот это варят по ложкам, где меряют. Все это немножко по-другому делается. Дело в том, что я когда-то искала сама. Мне хотелось самой сделать так, как мне надо. Как для себя, так и для других. Мне хотелось сделать очень правильно, очень грамотно все. Вот эту пасту сахарную. И вот почему она такая пластичная. Почему здесь она вот такого цвета, а здесь вот такого цвета. Почему она где-то серая получается, где-то очень прозрачная. Мне это интересно. Если вам все это интересно, это будет отдельный урок. Если вам по барабану, как это что, главный результат, чтобы правильно сварить пасту, без всяких форм ухимических, и для чего и зачем, просто тут положите это, потом это, потом это, через минуту это, через две минуты это. Вот так и будет у нас проходить урок, который попроще, допустим. Но дело в том, что в любом случае это те же знания. Это вы будете делать нормальную профессиональную пасту. Мягкую пасту вы можете пользоваться мягкой пастой. Бандажом, либо полоски. Они не должны быть тряпочные, как многие девушки пишут. Они должны быть жесткие, вот такие вот, из нетканого полотна. Есть специальные у меня такие. Если это интересно, я тоже расскажу. Эти полоски вы будете наносить на мягкую пасту и очень легко все это убирать. Как это делаться будет, я все отдельно, наверное, все-таки покажу. Потому что мне хотелось сделать это как отдельный урок. Дело в том, что я не пользуюсь полосками, абсолютно не пользуюсь. Я считаю, что это делают просто непрофессионалы, либо некоторые думают, что это быстрее. Либо люди, которые привыкли работать воском и воском удаляют полосками. Я делаю только руками. У меня только два пальчика. Моих работают. Либо четыре. Когда скоростной, это нога, рука, большие поверхности. Поэтому у меня шпателем я тоже не работаю. Ну, в редких случаях, когда я сняла перчатки, уже и вижу, что где-то остался волосок. Либо на пальчиках надо мне убрать, либо еще как-то. Я беру шпателем немножечко пасты совсем. И там уже отдельно обрабатываю. В некоторых случаях. Могу и на палец это сделать. Могу хоть как. Поэтому подажами шпателем не работаю, но я обязательно могу научить показать, как это делается. Теперь у меня много сертификатов. Но дело в том, что на каком-то этапе я поняла, что мне достаточно. Я не хочу сказать, что я все умею, все знаю. Дело в том, что обучают такие же, как я. Которые нюансы уже знают и начинают выдумывать новые техники. Новые там методы. Кто-то отвертку, кто-то называет это ковш. Кто-то это еще как-то называет. Это все полная ерунда. Главное, вы можете назвать это как хотите. Главное, чтобы был эффект. Чтобы вы видели, что волосы не растут. Что они не вросли. Что они не получились никакими там огрызками. Вот такие вот вырастают маленькие жесткие ежики. Что нет прыщиков. Что нет никакой аллергии. Вот это важен результат. Чтобы ваш клиент пришел к вам и говорил, о как классно у меня. Все хорошо. У меня все гладко. И волосы меньше и меньше. И они все тоньше и тоньше. И они уже почти не видны. Они почти бесцветные становятся. Эти волоски их мало. Вот. Вот это результат. Вот это и нужно, чтобы добиваться этого. Вот я изготовила свою пасту. Я очень довольна. Я очень довольна, что у меня кончается она. Надо еще лень. Маленькая лень. Маленькая небольшая лень. Но она присутствует. Потому что устаю. Вот. Поэтому смотрите видео. Как я изготавливала пасту. Что мне нужно было для этого. И все нюансы. Пожалуйста, кому надо, пишите в комментариях. Пишите. Я оставлю здесь. Я оставлю здесь. Господи. Номер карты. Вы напишите на карту. Пришлете на карту деньги. Вы можете мне написать. Можете просто прислать деньги. И сказать, что я отправила туда-то, туда-то. Я оставлю здесь. Свои маил. У меня есть и. Майл. У меня есть и гугл. Джимаил. Господи. Сколько там всего. Вы можете. Ну, как-то еще можно, наверное, связаться. В общем, оставлю ссылку еще на материальную помощь для развития канала. Пожалуйста, кому не жалко, пришлите немножко. Если все по чуть-чуть пришлют. Может быть, я и хороший компьютер себе куплю. Это мечта моя. Чисто для работы. Игры я не играю. Кино я не смотрю. Я слушаю, когда идет кино по телевизору. Я работаю. Я работаю. Монтирую. И слушаю. Это кино. В общем, всем пока. Пишите вопросы, задавайте. Спрашивайте. Если кому-то татушки интересные, изготовление, пишите, пожалуйста. С удовольствием отвечу. Покажу, расскажу, какие татушечки интересны вам. Поэтому смотрите видео. Всем приятного просмотра. Спасибо.